Путешествия по России Путешествия по России Путешествия по России Я вообще очень люблю путешествовать Поэтому я бы хотела, наверное, все города России посетить Как отмечают специалисты, рост внутреннего турпотока по стране наблюдается с 2020 года Когда из-за пандемии коронавируса путешествия за границу были ограничены В этом году примерно 80% туристов, отъезжающих из нашего северного города, выбирают все больше России Это не обязательно Черное море, Каспийское или Азовское Все чаще берут экскурсионку, горы, либо термальные источники, которые находятся недалеко от нас, в Тюмени, в Челябинске Сейчас путешествия по России становятся трендом Изучить каждый уголок от Калининграда до Камчатки для многих становится новым пунктом в списке желаний Виктория Князева в этом году тоже сделала выбор в пользу отпуска по стране Мы давно хотели побывать именно в Тагестане Там такие красоты, грех не съездить, тем более в России, почему бы и нет Мы были в Сулазский каньон, потом также были в Хунзахе Много было очень мест, которые прям вот хотела посетить, но всего лишь были 8 дней, поэтому это маловато, конечно Вот дней бы 14 было бы вообще прекрасно Горные пейзажи, чистое море и вкуснейшая еда сделали Дагестан одним из самых привлекательных направлений, говорят туроператоры А восторженные отзывы туристов, вернувшихся с отдыха в красивейшие республики, это только подтверждают Там такие красоты, это не передать словами Даже на фотографиях вот смотришь, это просто, это что-то с чем-то Не знаю, горы, море, то есть два в одном Если хотите активный отдых, можно в горы Если, ну, такой пассивный, пожалуйста, лежите на море, отдыхайте И детям хорошо, и молодежь, то есть там можно прям вообще отдохнуть очень хорошо В топе популярности остается и республика Алтай с ее бурными реками, целебными травами и сказочными красотами Алтайская природа дарит всем путешественникам отличные условия как для активного туризма, так и для спокойного отдыха среди великолепия гор и озер Алтай всегда пользовался спросом, потому что там красивейшая природа, чистейшие озера И плюс уникальный климат, и климатолечение, санаторное лечение, оно всегда хорошо продавалось и пользовалось спросом Сейчас у нас только большой поток, что на ближайшее время практически все санаторно-курортные направления невозможно приобрести Ксения Романова, педагог 4-й школы, проводит свой отпуск на Алтай Для нее это не просто место на карте, а родной дом Каждый раз девушка открывает для себя что-то новое Я передаю вам пламенный привет с моей малой родины, Алтая На Алтае я провела все свое детство и каждый год рада сюда возвращаться Тем более у меня 80 дней отпуска Недавно я побывала в Горном Алтае, в республике Алтай Мы с ребятами замечательно провели это время, добрались практически до самой границы с Монголией Это была замечательная поездка и каждый человек хоть раз в жизни должен провести там несколько дней Насладиться природой Горного Алтая Этими безумными видами этой безумно красивой реки Катуни и Алтайскими горами Кроме этого я предпочитаю проводить свой отпуск в России Я люблю посещать Москву, Питер, Калининград Всегда вспоминаю с теплотой, радостью свои путешествия Чего и вам желаю Наслаждайтесь своим отпуском, наслаждайтесь летом и путешествиями по России Чтобы от путешествий получить максимум, многие из муравленковцев предпочитают отправляться в отпуск на машине Семья Кокоринах в этом году решила отправиться на автомобиле в Башкирию На машине, конечно, есть свои плюсы, есть свои минусы Плюс в том, что объезжаешь пол-России, да, ты можешь заехать в любую точку, остановиться, где-то что-то посмотреть интересное, что-то новое узнать Турагенты также отмечают, в этом году большим спросом стали пользоваться туры по Золотому кольцу на Селигер и Кавказские минеральные воды Популярными направлениями остаются и экскурсионные туры по Москве и Санкт-Петербургу Отправиться на Сахалин или Камчатку, увидеть вулканы, живописные мысы и бурлящие гейзеры тоже желающих много Но здесь, говорят, специалисты кусаются цены на туры А одним из новых направлений, набирающих популярность, стали туристические поезда С Екатеринбурга, кстати, запущен поезд, он называется Дегастационный Он проходит через Дагестан, где туристы останавливаются каждый раз в другом городе Они ходят по барам, ресторанам, пробуют местную еду, садятся в вагон В общем, там получается как? Ночь в переезде, день в другом городе Ночь в переезде, день в другом городе Экскурсии начинаются, грубо говоря, прямо уже с вагона, с вокзала Как вы сели, и у вас начинается в каждом вагоне есть гид Территория нашей страны богата уникальными природными ресурсами Памятниками архитектуры и объектами культурного и мирового наследия Каждый турист сегодня открывает для себя свою Россию Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин